4-1 в пользу Муна. А, Мун третий. Поехали. Так, чтобы не путаться, Мун синий сразу, они оба будут крепить магазины свои со старта. Контактная маленькая карта. Лол говорит, пропустил, Хэппи не было, тут был, проиграл Соку, 3-2, но учитывая, что сингл эллиминейшн, лузеров нет, вылетел. Говорят, интереснейшая серия была, Контрик смотрел и рассказывал на своем стриме по Диабле. Я не видел этих матчей. Отсутствие Хэппи, безусловно, добавляет интриги. Для турнира? И два Димон Хантера выходят. Пока что все мега зеркально. За исключением того, что Мун делает разведку чуть раньше, выводит куда-то там Виспа в район своего экспанда, и, кажется, ведет его сразу к магазину Куражескому. Так, синий или желтый? Мун желтый, оказывается. Там что-то цвета поменяли. Сонит говорит, я вчера поснял записи Сок Хэппи, один из лучших матчей ever. Так вот. Может и стоит посмотреть. Начинает скриппинг. Домиет говорит, офигительная серия была, все стримеры избрали от ТГВ до Грабби. Фейстайм поддержал ваш канал на 202 рубля и сообщает. Привет, Фейстайм. Майка, добрый вечер. Майка, здравствуйте. Даже как-то непривычно не видеть среди финалистов ни Хапача, ни Лина. Но Лина не было. Хорошего стрима. Был фокус, но он проиграл Фогичу. Так, кольцевая серклятка, кольцевая серклятка, полная зеркалка идет. Т2 тоже одинаково. Ну, пока не было никаких потерь, там, ни по биспам, ни по юнитам. Они просто максимально эффективно делают все. Второе кольцо на перчатке. Про Собнафтик, которого я ничего не нашел. Сюжетное дополнение Below Zero давно вышло. В целом можно рассматривать как вторую часть. А, ну, может быть, я напутал что-то. И, ну, я не ожидал. Ты делал то же самое с твоим мастер-шафт-прайсом, да? Нет, нет, я не знаю. И это была твоя шанс. Никто не заметил. Может быть, я не знаю. Здравствуйте, Хертон. Это просто очень красивый, цветный. И я думаю, что он делает много для коммуниции. И он тоже кастает много других игр. Никто не знает, куда следующий побежит. Кажется, Мун собирается свою... Нет. Он боится пропустить, что противник там закупит троллей, попытается лагерь наемников закрепить. Поэтому вынужден тереться неподалеку. Синхроннейшие моноберны. Майка, да, майка, майка. Футболкер меня, помню, звали. Некоторые товарищи в клубе. Футболкер. Что вы хотите? Мы со старшим братом выбирали никнеймы на первом турнире в городе Воркута, когда были там в восьмом-девятом классе. И только тогда узнали, что нужно никнейм какой-то. Все, и там на ходу. О, минус первая арча. Останок переподписан 7 месяцев. Стоп, откуда это? Все, подождите, что... Что, откуда это? Во-первых, откуда голос, откуда звук? Что? А, это самое. Я на канале у Хелки. Открыт у меня канал, там переподписался товарищ, а у нее другие настройки озвучки. Нормально. Ну, я открыл сегодня ее канал от админа. Да, классно. Круто. Это Хелка, 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 Хеллгерл. По лимиту нормально. Тут какие-то арчи умирали. Еще какая-то арча умерла. У Муна, у Муна, причем. Сейчас по лимиту сильно. А, и базу он делает. Да, векально. Ну, Демон Хантер, обратите внимание, у них абсолютно одинаковое количество опыта. Может быть, там и равный был размен, просто, например, чуть раньше Колорфул, например, взял, заказал второго героя, и, соответственно, лимит у нее заполнился. И находит Колорфул нычку Муна. Мне нравится то, что Мун сейчас решает не играть в Т3 с одной базой, и решает как-то обострить игру. А наличие вот такой вот нычки — это всегда обострение. То есть вы, ставя базу, противника вынуждаете на определенные действия. Либо на более агрессивную игру, либо на какие-то ответные, ну, более слабые с точки зрения экономики действия. То есть это можно рассматривать как провокацию, как обострение, как провокацию. Вот и есть подозрение, что Мун, во-первых, не будет делать Т3, будет массить Дриад. А вот что будет делать Колорфул — большой вопрос. Может, у него не поражат пока Т3, делают те же самые две лорницы. То есть у него две опции. Либо он ставит догоняющий экспон, он сильно отстает уже где-то на две минуты, либо он тыкает Т3 и будет пытаться кушать с медведями. Да, Т3 заказывается. Лорница будет отменена. 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 Но справа ловит нагу. Не успел. И лорницу не отменил. И он еще гонит там нагу. Прогнал немножко. Да. Отменить лорницу значит уменьшить количество дриад, то есть отложить на какое-то время дриадку. Дима продолжает тут пытаться харасить, а минус висп. Второго спасает через Мануэлла. Еще минус висп. Спит Мун. Надо отбиться, короче, от Димы и заказать еще парочку виспов, потому что мы можем просесть по лесу. У него уже сейчас дисбаланс есть по дереву обратить. Либо Шредера брать. Дриады пытаются тут замедлить. Дима бегает, персоналка пошла, все. Надо сейчас виспов подзаказать парочку. Или он Шредера взял? Шредера взял? Не, не взял. Это вообще колорфул. Крипится. В эмпиризм. Смотрите, Мун на Т2 завис, Дриад штампует делать оболишь, пытается крипиться, и его задача сейчас просто за счет превосходящего лимита КОС отбиться от... О, Маноберна 100. Тут не готов Димка, видите? Пока он харасил, Муновский Димон Хантер 3 уровень где-то получил. Да, пока медведь не появится, он не может в лобешник сражаться. Третий получает. Все, и окошечко у колорфул, он сам выбрал свою судьбу. То есть ему навязал, конечно, этот выбор косвенно Мун, но это решение, в конце концов, колорфуловское было. Играть в какое-то ограниченное количество атак. Так, выманивает желтую точку противниковскую, подрезает гнола, который травит, но подходит колорфул. Не успеет, не успеет, по крайней мере, этого гнола забрать. Все у Муна хорошо. Он даже и дальше посражаться хочет. Все, и Моноберн второй пропускает, и Дисполы работает против Риджуа. Мун тут чуть ли не пушить может, но не нужно ему пушить. Ему нужно крепиться и ждать, когда противник сам соберется и пойдет в атаку суицидную. Проблемы с лесом у Муна, он так и не заказал себе этих дрядок. Ой, в смысле, без ПОВ, извините. Даже на красную выходить пытаются Муна. Может быть, это может быть арт для Муна, но эти красные, которые между двумя, будут просто купить так много времени. За красную буду посражаться здесь, не дать ему на халяву так построить. Ой, подкрепить. Здравствуйте, Геннеллайт. Да-да-да-да-да. Ворваться вдряд нужно сейчас попытаться. Угу. Два свитка лечения у Муна, отличные артефакты. Хороший форкет, форкет. Нельзя, нельзя, нельзя здесь Муна сражаться. Инвол. Арчу потерял одну, вторую потерял Муну, но Медведя подрезал. И переключается на Дриад. Свиток лечения к первой. Второй на КД. Минус Дриада, опять на Дриаду. Ну, равный размену, но равный размену, опять же, здесь невыгодный. Colorful. Ой, там Нага у Муна может отдаться. Мисс, мисс, мисс второй. 10 процентов, два раза по 10 процентов. На-на. Суровый рандом. Там же не вторая пассивка, там эвэйжен первый. И Дриада два раза по 10 процентов. 1 процент вероятности этого события. Медведи по всей карте какие-то там бегают непонятно. Нагу не выкупите, потому что у тебя леса не хватает. Медведь огрызаться начинает против Дриад. Мун эту Дриаду не доконтроливает. Оп, назад. Оп, доконтролил. Сейчас нужно очень хорошо Дриад контролить Муну. Дима четвертый у врага. Лимит плюс 12 у Муна, но пока Наги нет, не хочется сражаться. Желательно время выигрывать как. Вон, пожалуйста, Дриады не доконтроливает Муну. Медведи спокойно тут Мун Вэллэ сносят. Че делать? Свиток лечения. Тут отбился, а там не отбился. Не, Нага долго, она же третья, там 100-120 секунд, что ли. Скоро саплайблок будет у Муна. Тыкает в Нагу сверху. Мун пытается ее подрезать, она без маны. Сзади Дриадки подходит. Ой, хорошо, телепорт пошел. Выигрывает время немножечко Мун. У него Нага выходит. А куда бежать-то, интересно? На красную направо. Лечиться, барак убивать. Слишком долго. Магазин свиток. Грейт на атаку тоже у Муна. Странно, что он только сейчас заказал. А, не странно, потому что у него нет... Да, свиток купил. Потому что у него не было леса для того, чтобы Грейт делать. Вот те самые недостроенные, потерянные... Сначала потерянные, потом недостроенные виспы. Да, на красную пошел. Очень медленно, Colorful, со своей базы уходит. Посмотрите, Мун успел до красной добежать, закупиться. А Colorful только сейчас в центр карты выходит. Что там выпадает? Хороший артефакт, лучший артефакт. Опять регенерация, андедовская аура, скорость перемещения, супер артефакт. Вис пошел наконец-то у Муна, достраивает. Капец, какой же ты иногда медленный просто. Играем в Маздрят с двух бас, у нас убивают виспов, мы достраиваем виспов через 5 минут. А, кстати, здесь можно разменять телепорт на... На экспант. Все, сразу делаю телепорт Мун, потому что боится, что его медведи сожрут. А там прям будет жрать. Смотрите, жрет. Ооо, вот, Нагу, 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 Фокус по Наге заставляет ее телепортироваться красиво. А там бы медведи справились. Хорошо. Не, я вов не планирую. На вов-то мне точно времени не хватит. Ну, я смотрел на ГГУ там у какого-то стримера, Бэд, да что-то там, вов играет, челлендж у него тоже прокачаться на хардкоре. Уже как минимум пара смертей в клипчиках у него видел. Муна 80 лимита, на 20 лимита больше. Но это козлиный лимит. Его надо делить, его надо контролить хорошо, свитки использовать. Потому что в лобешник все-таки в медведи с дриадами гораздо эффективнее просто дриад. А как дальше дополнять свою армию? Может, Т3 все-таки Муну бахнуть? Ну, опять Леса нет. А зеппалин это скорее для того, чтобы просто контролить лучше. Дирижабли покупает Муну. Оп, мана, Беорн, пытается подблочить еще Диму, чтобы нанести дополнительный урон. И еще Беорн, Дима пустой. А что это мы за Муну болеем? Тут два эльфа, чтобы нам за Муну не поболеть. Да, Т3 пошел. Ну, Т3 ему нужен и для арбы, и для третьего грейда на атаку, и, возможно, для дополнения, ну, выхода из лимита 80, или новый лимит, который после размена выхода в медведей. База Т3 у него все равно осталась правильным. К сожалению, с дрядами его как с медведем разводить не можете, то есть даже зная, что противник не готов, и у вас... А, там подрывники были! Минус сколько? Три Мунвейла минус. Сеплай блок у Калорфула 70 на 40. И 30 золота. Давай восстанавливаем Мунвейла сейчас. Это очень хороший мув. Столько времени себе Мунвейла сейчас выиграл за счет этого. То есть лимит у противника не будет расти дальше, он сейчас может попытаться пропушить, но по лимиту он все равно проигрывает на десятку. Берон на 7 на 6, синхронисты. Ставчиком нужно тролля спасать. У него тут ДПСа много. Ну все, Калорфул, видимо, собрался давать сражение серьезное на базе Муна. А там Мунвейлы полные абсолютно. Я не знаю, как штурмовать. Дженнеллойд переподписан 127 месяцев. Егеннеллойд, спасибо. Привет. Все понеслась. Дриада танкует медведей, не знаю, зачем у Муна. Одна, вторая, он вообще не контролит этих Дриад двух. Димка битый. Есть Мунвейлы. Светок лечения первый пошел. Нага форкет Дриадки. Очень плохо Мун Дриад своих контролит. Медведи тоже, да, разматываются. Лимит-то хороший. Ну он плохо Дриад контролит. Да, он почти не двигается своей армией. То есть у него преимущество в мобильности. У него большое количество коз, отравления, яд, который работает через... Ну, по времени. И Нага... Нага что? Нага... Ой, мишки, мишки, мишки идут. Минус один, второй там тоже еле живой. Минус два, восемь лимита. Надо было помочь Наге своей. Он хочет просто время выиграть. У него есть эллипорт, он Нагу спасет. Но 52 лимита, Мун развалился. Он разменялся в минус. Ему сейчас нужно самому выходить в медведя, что он пытается сделать. О, козочка. Все, она нас штрафует, мы ее штрафовать пробуем. Да, тяжелая ситуация. 4.8, 4.8. Герои даже лучше у Colorful. Но это понятно, почему лучше, потому что он в плюс разменялся. Ой, тут еще сбора нет золота. Чтобы когда в апкипе... Ну, это очень рисковое мероприятие. Ну, хотя здесь он отобьется через медведи, через АОФ. Должен, по крайней мере. Моноберн, Моноберн, дирижабль подходит. Когда вот лимиты немножко подпросели, у них равные, по сути, сейчас лимиты. Не по качеству, но по количеству. Уже вот это вот АОФ и дерево, которое рядышком, они вносят, ну, относительно более ощутимую лепту. Дриада опять подставляется. И Мун начинает контролить наконец-то. Подрезает одного медведя. Ставь лейт второго своего. Медведи потеря... Не, не потеряет ставчик. Не, хорошо. Муну надо сейчас реабилитироваться, хиляться. И все. И получается, Nature Blessing тут еще где-то полторы минуты потеряет по добыче Colorful. По золоту. И Мун сейчас может вырваться сильно по лимиту. Уже есть преимущество у него на 6. Потому что у него работает экспанд. Третья база на 11 часов, но это слишком рискованно. 5к в экспанде осталось. Хотя, на самом деле, в этом есть смысл. Я согласен. Все, Макс. Ты хоть и беляк, но Муна... Муна как будто бы не первый раз смотришь. То есть, он сейчас увидел, где вражеская база находится, где она поставилась. Он знает, что противник закрепил слева. И там у него есть висп. И это лучший момент. Потому что он знает, что туда противник не придет на регулярном криппинге. Он знает, что туда не придет мейн. И знает, что он остается один в один. И как раз... Это очень грамотный ход. Я вот жду прям, что Мун сейчас сообразит. Когда особенно позиционка начнется, он поймет, что нет определенного преимущества. Он может поставить там базу. Было бы круто. Логика в этом определенно есть. Димка врывается в виспок, убивает. Нам не показывают это, но они есть. И пошел дропчик, дропчик! А дропчик, знаете, почему сейчас хорош? Потому что мейн уже на экспанде, и ты не можешь так просто быстро переместить. А, он сюда, он на шахту. Просто шахту подрезал. Оп, выиграл еще секунд где-то 45. Главное, над лесом не умереть. Грэнсон говорит. Добрый вечер, Макимон. Спасибо за это, член, любимый Варкрафт. С Муном сделали эту вещь. Стараемся, стараемся. Мун больше старается, конечно, но... Уже 80 лимитов у Муну против 60, благодаря работающей базе. Так, Колорфул выходит посражаться, но опасный момент. У него пятый Димка, конечно, у него лучше Моноберна полтора раза. Но по лимиту Колорфул проигрывает дико. Что по грейдам, кстати. 2-2 на 2-1 у Муна получше грейды. Свиток лечения даже откуда-то Мун достал. Дирижаблю надо спасать. Дима, Дима, Дима уходит от Колорфула. Пятый получает на первом Медведе. Мун не делает Берна. Он сейчас пошел делать Берн в Нагу. Да, разваливается Колорфул здесь. Но очень нестандартная игра, конечно. Навязал через Экспанд. Как-то поотбивался. Не очень выгодно подразменялся. Но дожил, дотянул до момента, когда у него осталось... Ну, по экономике, смотрите. Плюс 6 косарей просто по экономике. Да. Хорошая многоэтапная, интересная игра. Ну, первое, что это серия. Кстати, надо учитывать, что если у одного игрока есть эксп, то его эффективный лимит меньше на 5 из-за виспов в шахте. Если тебе не нужно большое количество леса. Потому что кроме 5 виспов на стандартной шахте, у тебя есть еще обычно где-то 8-9 виспов, добывающих лес. И есть стратегии, при которых тебе не нужен лес, тебе нужно просто отбиваться. Например, когда ты играешь за эльфу против андеда, играешь в Экспанд, ты дооживаешь до Т2 и строишь просто хантресс и арчей, изредка тратя лес на грейды. И ты не строишь новых виспов в 5 штук. Ты просто переводишь тех виспов, которые у тебя есть, с мейна на Экспанд. Но так мысль, конечно, идет в правильном направлении, Санит. Один-ноль в пользу Moon. Иш-стайл кекс. Да, я слышал, кстати. Молодец. Джин говорит, Хайф Сэм зашел спустя 10-12 лет. Что нового? У тебя. Ты помнишь Розермуна 10-12 лет назад? Был такой у нас флудерщик гол на ГГ. А есть турнир в несет? Конечно, есть. Как же без нее? Скинуть ее, тебе кажется? Я сейчас с Браблеей все помню. Браблеей. Инчеткость випро, я помню. На проплее был слоган. Инплей випро. Кстати, ностальгии. Проплей же еще все открывается. Пожалуйста, вот можно зайти. Здорово, старина. Там все. Пользователи онлайн. Там вот так вот все, как любили делать на форуме в проплее, создавать тему, вот так вот и копипастить. Да, ностальгия. Вон, инплей випро. Четкие пацаны с Браблея избрали новый этот слоган. Инчеткость випро через ноль. Галерея Интернешнл, ВЦ Граша. И СВЦ. Финал всероссийского турнира по Старкрафт. Камолов. Хозяин молодой. Куртки Касперска у меня такая же есть. Великолепная куртка, вообще не знаю, снос. Из Бизов какой-то представитель был. Браток, Помми, Леша. А это подекс. Это сливка-ленивка, а последнего пятого человека не видно. Арбалет капы. Вообще надо какую-нибудь древнюю галерею открыть. Олди проплэйт кап файнал. Там Женя улыбается. Блин. Надо бы, конечно, еще фоточки с Попплей как-то получить. Чтоб оно не потерялось вдруг. Гамовер, да. Последний, кого не видно, занял второе место. Ник тоже забыл. Может, Лайвзерк там был? Кто там из Роксопа еще? ЛЗ, наверное. Саня КГН говорит, что я так выиграл... Я выиграл у вас в конкурсе такую куртку, только синюю, лет 11 назад, до сих пор желание убиваемое. А, ТОС в финале. Ну, Титан есть. Помми. Кто там из ТОСов в Рокскис. Так, ТМ. ТМ без Попмы. Охота на каждого виспа происходит тут. Это чудом спасся, став деревом ненадолго. От выстрела Арчи там спасался. А Фраер же еще был, точно Фраер. Да, Фраер хороший был. Одни эльфы, блин, говорит. Ну, слушайте, Сок будет завтра играть. Топовый Хумен. А, не, не, из ТОСов стримил на ГГ, но ванил на имбу Теренов. Протос. Который ванил на имбу. Ну, какой протос? Нет, нет, не все протосы ванят на имбу, потому что протосы самые имбовая раса. Кто там был? Миша, будет еще дябут? Скорее всего, да. Но не сегодня. Коул. Стрэндж? Нет, Стрэндж не ванил. Кул Ти, может быть, Кул Ти, кстати. Кул Ти под вайн подходят вообще отлично. Кулек. Кул Ти. Чаек. Сейчас, может, Гамойвер вспомнит. Мы еще Гамойвера в галереях в шляпе найдем. Вообще прекрасный. Товарищ. Пошел экспанд. У Муна. У Колорфула там три виспа висит. И они, ни один из виспов не видят этой нычки. Потому что... Ну, потому что она в другом месте. Я могу вспомнить. Кул Ти еще щеглом был. Да, надо посмотреть просто. Билайновский турнир по второму Старкрафту. Он, я уверен, на Тим Ликвиде тоже есть. То есть можно всех участников посмотреть и так далее. Гамойвер какой-то местный, Гамойвер, который Гамойвер. Энди, подчеркивание, Лайтхаус поддержал ваш канал на 500 рублей. Да все, а так и закидывает. Я уже вижу, как ты там с стаутом сидишь. Нет, у тебя там не стаут остался, у тебя что-то другое. Такое поведение на 500 рублей. Спасибо, Энди. Майкер Джин, которого не было 10-12 лет, говорит, крутой сайт вышел, вы молодцы. Виделись на турнире в Москве. А, Гамикс, да, там миллион. Там Дэдмонд выступил неплохо. Да, да, да. Это было давно. Это было, по сути, там полтора миллиона рублей призовой, кажется, был на Гамиксе. Очень крутой турнир. Корейцы приезжали там с... Кажется, на Гамиксе они у Димы, у старшего брата моего, когда он еще в Москве квартиру арендовала, останавливались на несколько дней. Установили ему корейский Варкрафт, катали, по кафешкам ходили, общались. Так, давайте к игре. Мы, старики-варкрафтеры, можем столько всего вспомнить, я чувствую. И не вспомнить. Миллион был призовой, Мун выиграл. Мне казалось, что там, типа, миллион за первое место было или нет. Ну, был рекордный призовой. Так, Мун сейчас очень хочет избавиться вообще от вот этого вот неприятного контакта. Мун с Нагой у Муну. А у него там база стоит, прямо рядом с нейтралами уже. Сейчас ее начнут бить, и нужно Муну телепортироваться. А как он эту базу-то поставит? У Димы став на КД, 5 секунд. Эмаляться, надо прятаться. Да, это проблема. А, и Нирвана? О, нифига себе. Я бы его не вспомнил, тоже Гаммаверт еще. Он просто не очень долго играл. Да, и Нирвана был такой. Так, выманивает. Надо сейчас ретаргет делать деревом. Сейчас можно дерево потереть. Покажите дерево, кто там на апсе сидит? Виспоедут, один под сеткой. Да, все нормально. Ретаргет делает. Все нормально. Но очень тяжелая игра для Муна. Он штампует ряд, он еще не поставил базу, хотя уже 8.30 на часах. Самый крутой турик от НПЛ. Да, национальная профессиональная лига. Мы тогда еще на ProPlay работали, когда товарищи с 4Games делали лигу. Там прекрасный продакшн был. Кстати, об этом Ваня Возняк, кажется, вспоминал довольно... А, не, не только. Еще... Господи, забыл никнейм тоже. Короче, посмотрите, особенно те товарищи, которые старички, посмотрите, Мишки на сервере. Прекрасный сериал на тему киберспорта, такой, с большим количеством историй. Вот, и там вот многие вещи, о которых вы говорите, они вспоминались. Там и Полос, и Дилвиш. Нет, Ваня не связан со Стивом. Возняк довольно распространенная фамилия. Так, а что Муну делать? У него же преимущества по экономике нет, у него и нычка поздняя, ему два раза шахту отменили. А там уже медведи скорпы идут. Я не знаю. Выпадает ему аура в эмпиризме. Непомогающая. И там красную крепит противник. Ну да, у Роплодина есть. В идеале, да, правильно говорит Нео, что ему будет до медведя дожить, но это не имеет отношения к реальности на ближайшие две минуты, к сожалению. Кто-нибудь уже шутил, что как только Хэппи Волитс остались одни, и все как не считается. Там, на самом деле, мог выйти Фокус. Там Фокус против Фогича играл. И по статистике, скорее всего, у Фоги чуть меньше шансов было на победу в серии, чем у Фокуса. Кекс говорит, мы с Полосом играли 4 на 4 отборочные. Кстати, он там рассказывал как раз о турнирах командных по третьей кваке, которые они там затаскивали. Да, Саня КГ, все было такое. Минус дриада на крепинге у Муна. Да нет, здесь очень сложно Муну будет. Я не знаю, то есть в лобешник он проигрывает. База пошла, у Colorful строится на 9 часах. Ну, дроп зайдет тоже. На шахту будет прыгатель, на мейн полетит. Хороший вопрос. Медведей не так много, чтобы лететь на мейн и пытаться даже Тедваш на этот. Некто, представившийся как Эватэч, поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает, Михаил, привет, а кого ждать ФА, а то давно не было. Кого ждать ФА? Видимо, когда ждать ФА? Не сегодня, потому что сегодня финал по ФА, Нейтрон будет играть Ареникус, Вареникус, наш любимый игрок, и два буржуя. И после этой серии мы как раз ФА будем смотреть финал сезона Варкрафт 3 Чемпионс. Какой развод. Да, стандарт. Винус экспанд. Иму на Т3 сейчас стыкать, видимо. А, там магазина еще не было, я понял. Да, это... Сейчас его будут разводить. От Муна здесь мало чего зависит. О, сейчас телепорт должен отдать противник. Да, минус дирижабль делает телепорт отсюда. Муна сразу телепортируется, потому что он, зная, что у него нет дирижабли у противника есть, он не сможет ни одного юнита просто убить у Муна. Что Муну делать? Сидеть... Он не на лимите сидит. Муна 3 прожимать. Экспанд восстанавливать. Что, какие варианты? Протектор строит? А, он хотел протекторами застроить. Все, он сейчас пойдет в улынчик. А там дирижабль снова... Не, не дирижабль. Виспы назад возвращаются. Блин, Муна, что ты? Не хватило ему решительности. Может попробовать поймать козла, но у него есть телепорт. Персоналка пошла. Дима возвращается. Да тут одинаковые лимиты, два против Т3. Муна не может здесь сражаться. Увы. Минус Берс. Инвул странный. Поздно слишком. Козлик. Медведи добиваются, мне не менее. Свиток делает один Мун. Минус еще Медведь. 54-55. Да как? Да как? Не, забейте. Либо героев там как-то... Свитков нет. Да. Надо валить отсюда. Да не добьет он кипера из-за четырех Мун. Волос левый. И надо Нагу спасать. Телепорт. Дима, кстати, тоже может не выжить. Восстанавливает базу Мун, он видит вражескую нычку. Он давно ее видел. А, да ладно, там Нейтрон ходит в финале, в фашке, к сожалению. А кто вместо него... Ласт Чанс Кулифайер. Там будет, видимо, какая-то дополнительная, дополнительный матч. Да, там Десноут в этом. Транкс из Германии. Эшан, американец. И Пи-нат из Литвы. Нет, это Латвия. Нет, Литва. Вечно путал. Простите, пожалуйста. Да, но тогда точно сегодня никаких игрушек у нас больше не будет. Фу-фа мы не создадим. Будем смотреть Фу-фа шичком. Болит сначала за Десноут, а потом за Ареникуса. Инспектор пока нет. Увы, пока ресурсов на это нет. Муну плюс 10 лимита, но, опять же, он не очень качественный. И плюс он проигрывает по уровню Диманханпера. О! Подрыв! Подрыв нычки через подрывников будет. А подрывника второго что, убили? Убили! Там тролль Прист убил... А нет, он покупает... Нет! Нет! Ооооо! Там Нечу Блессинга нет у противника? Есть, он не взорвет, алло. Нечу Блессинг же есть, Мун, зачем ты? Да, демоны возвращаются в битву, свиток лечения. А здесь медведи, да. Блин. Подрывников закидывал. Ну, то есть, понимаете, если есть апгрейд на Нечу Блессинг, который дает 5 армора, вам двух подрывников не хватает, чтобы дерево снести. И Мун не проверил, ну, нам проще проверить, у нас иконка наверху, но он должен был тыкнуть на этот, на дерево. Взрывайся, ага. Он должен был тыкнуть на дерево, посмотреть количество армора, 2 или 7 там. Димон подрезает, минус Манвел. Все, Мун пошел сейчас, типа, пытаться пушить, но... Ну, там такое количество медведей. Дима под реджевом не может восстановиться. Свиток надо уже сейчас читать. Да. Прикопка, телепорт, геги. Да, там дриады еще посыпались все. В смысле, мэтч-поинт. В смысле, мэтч-поинт. В смысле, мэтч-поинт. Сколько дают опыта за убийство подрывника, не знаю, если честно. Дело там не в опыте больше, а в том, что подрывник стоит очень много. Наверное, самый дорогой двухлимитный юнит вообще в игре, который существует. И он одного потерял на тролле, второго там еле-еле вытащил из-за этого тролля, потом не проверил, есть ли армор на дереве или нет, и взорвал одного из подрывников. И второй оказался бестолковым абсолютно. Продолжение следует. Нет, Фрист, мы на 15 число перенесли. Я спрононсировал МКЛ, под плеером есть информация, во сколько он там точно будет. Там комментаторы рассказывают про то, что Патма может быть здесь. Ну, фонтаны, контактно. Я давно не видел Патмы в исполнении Муна. Редкий это гость, после того, как эмаляцию апнули. Ну, посмотрим. Да, Патма, Патма, Патма. Это вариативность, это хорошо. На сегодня это последняя серия, а завтра будет играть в Фоги, Сок, кто-то из этих товарищей. И я уже снова успел. И Каха, конечно же. Сок Каха в Фоги против победителя этой пары. Кольцо для Патмы, самый плохой артефакт. Она не предназначена для танкования. Это рейнджовый герой, ей нужны когти какие-нибудь. Интересная застроечка. Хантерс Холл, Мунвелл, все очень плотненько. Странная, даже сомневаюсь, что она нормальная, потому что второй Мунвелл ставится как-то очень... До него сложно добраться. А что, ФФА сегодня перенесли? Да нет, вроде. Там будет дополнительный ФФА, Ласт Ченс. Хотя, блин, они могли поменять что-то. Там вместо Нейтрона будет победитель другой ФФА. Сегодня две ФФАшки должны быть. Пошел второй Бараку Муну. Колорфул делает Т2. Да, Свин. Да он заходил пару дней назад. Далеко не уходил. Наш пацан. Да, вот же он. Это главное событие пока что в турнире. Плохо добивает Мун. Можно было и в первый раз, и во второй ему давали шанс добить последней стрелкой. Но с котами, смотрите, с котами есть несколько вариантов. Просто они отличаются, как правило, по времени атаки. То есть это могут быть забегания, это могут быть застройки на разных стадиях с протекторами. Вопрос только, когда он это будет делать. Опа, ничего по себе. Патма подгорает, начинает атаковать. Контрешка подбегает поздновато. Как же много подмазить. Но стрел артефакт, и это сентри ворды. У-у-у-у. Арчо одну точно убьет? Не, не точно. Ой, недоконтролил сам, блин, Колорфул. Он остановился просто, это Арчо. Сейчас еще вторую из-за сетки возьмет. Надо телепортироваться, видимо, тут. А, нет, у него Берна нет, все нормально. Кацура, да. Приятного тебе времяпрепровождения. Все, Тауриен. Мун возвращается под мой на базу. Ему нужно подлечиться. Ой, опасный момент. Неужели телепорт минус? Не-не-не, все-все-все. 39 хитов. Все, выключает эмаляцию Демны Хантер. Батмада добегает и очень легко восстанавливает свое здоровье. У него там 550 хитов, насколько я помню. На втором уже побольше, да. Плюс сколько-то, полторы-две силы, и дается, не знаю. На какие-то уровни по-разному. Мун на Т1. Здесь Тинкер для того, чтобы создать какую-то преграду, и чтобы отбиваться, кстати, от застройки тоже неплохо. Пытается крепиться. Вопрос к протекторам, часто, наверное. Будут ли они расти, где, когда. Пошла первая лорница и армор. За кого топим? Ну, я на самом деле здесь бы за Муна потопил, но он сегодня уже показал, что... Что, как обычно, Луна нестабильна. Я вообще не вижу, не понимаю, что собирается делать Мун. Он не готов к пушу, он не берет виспов с собой. Он подбегает, штампуется, но... Потому что взял, кто идет сейчас с Мэйна. Базу не строит. Катас, пас. И продолжает крепиться, причем. А, вон, пошли четыре виспа. Все, все, все. И строит издалека. Протектор, протектор. То есть он сейчас будет шуметь армией рядышком, провоцируя противника на... Это очень хорошо, кстати. Кота, 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 не сдай! Подкормил котом. Четвертый протектор надо делать, видимо. Коты пошли с другой стороны. Патма находится рядом, чтобы армия противника далеко не отходила. И пошли уже кота пульты. Коту пульты. Ну все, теперь уже видят протекторы здесь. Патма должна к своим присоединиться, потому что... Ой, как хорошо факту делает. Видите-ка, далеко. Что ты уже думаешь, врываться тебе, не врываться? Не, вообще здесь сражаться не надо. Надо под протекторы отступать. Да, отступает под протектор Мун. И перекапывает протекторы. А вот свиток, то, что не достался Муну, это большая проблема. Эмаляция пошла. Коты куда-то уходят. Патму, 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 аккуратнее, алло! Как-то нужно Патму подлечить. Я не знаю. Она так рискует. Арчу, Арчу, Арчу! А, у нее большая бутылка. Минус Арча. И подкатываются. А вместе с протекторами еще идут баллисты, которые заблаговременно были заказаны. Они строятся же долго, идут медленно. 44 у Муна, 40 у Калорфул. Он Калорфул тоже свои баллисты делает, но он не сможет перемастить баллиста, потому что, во-первых, скоро его барак убьют. Во-вторых, у него всего один барак. Оп! О, там подрядки еще баллисты стреляют слева. Смотрите. Бах! Бах! Половина ХП, сразу минус. Виспам на автопочинку не поставил Мун. Факту надо точечно отстреливать и протекторами, и баллистами. Потом за барак приниматься. Патма еще может постреливать. Все, видите, насколько барак нужен сейчас. Можно в Виспов даже попытаться влететь. За протектора прячется. Ой, Патма, Патма, Патма отрезана от основной части. Кайтит, но она развлекает всю армию, фактически. Еще одна баллиста. Надо фокусить ее, фокусить протекторами. Бам-бам, хотя бы два выстрела, что сразу минус больше половины ХП. Баллиста слева, оказывается, у Муна не по той точке сбора пришла. Протекторы медленно двигаются вперед. Но две баллисты уже у Калорфула есть. 48 лимит на 47. Преимущество Муна... Ой, ну еще одну баллиста доводит. Ой, Хантрески врываются в этих, в арчи, хорошо размениваются. Димка начинает гореть. Минус, минус Дриада, минус четырех арчи. И Глейвов если убить, то все это ГГ. Четвертая Патма, минус один Глейв из двух. Протектор работает. Тинкер офигевает. Хороший пуш от Муна, конечно. Исполнен великолепно. ГГ. Да, два-один в пользу Муна. Ключевое было то, что Мун развлекал во время строительства протекторов. То есть там арчи вот эти вот, которые были, они должны были, конечно, ну сначала виспами разведать, что под боком у тебя не растет ли чего-то санкционного, и потом идти просто отменять. Потому что хантресы долгое время были в другой части, они не могли никак помешать арчам. Отменил бы он протекторы, великолепно все было бы. Они там строятся 45-50 секунд. А, мой Discord. Я думаю, что Neo будет уютом. Сек. О, он на Discord. Да, у меня есть в Discord баг каждый день, и тогда я буду начать. Наверное, я должен бы уйдать Антону Вару в центре, может быть, второй. Я не могу позволить АПs выйти. Это было действительно ошибка, и это может быть более агрессивным, но это как это происходит. Вы делаете один, что не будет perfect, и вы получите игру против Муу. Девчонки. Я тоже думаю, что nature... Sorry, guys, я хочу cut these off, потому что я хочу restartить мой Discord. Один сек. Один сек. Один сек. Один сек. Chaos здесь. Ну, слышали острова эхо, Moon Video 2.1. Надеемся на 3.1, наверное, все-таки, чтобы быстрее к FF-шке прийти. Сокол говорит, go PUBG. Блин. Сокол, как тебе не стыдно? Ты в конце вчерашнего стрима заруинил, но ты уже, наверное, понял, что где там был неправ. Я на всякий случай напомню, чтобы ты не это самое. Начал перестреливаться с чуваками, которые должны перебегать дорогу. Мы в центре карты находимся. Не кинул шипы на мост, а кинул шипы на другое место. Забыл, куда кинул шипы. Не сказал мне, соответственно, что там могут быть шипы. Послал меня из центра круга на край круга, чтобы тебя воскрешать из-за того, что ты отдался. И потом еще дал совет бежать через там поле к стогу сена, хотя у меня была отличная позиция за БТРкой. И он все равно должен был пробегать через пооткрытки. И после этого ты ворвался в чат, а еще какую-то грубость написал. Капец. Просто капец. Я давно так не горел. Единственное, что может успокоить, это вот фотография с ВЦГ, где молодой щеглистый сокол в наушниках SteelSeries... Что это? 5HV2 какие-нибудь. Играет на сцене против Муна на ТМе. 2009 год. И это вот единственное, что... Я в шоке просто. В общем, у меня отличное настроение было. Я... Типа... Окей, окей, да, хорошо, пойду воскрешать, окей, ладно, нокнули, окей. А ты продолжал, продолжал, продолжал. Как ты себя чувствуешь? Тебе нисколечко не стыдно? А, Сайберия, да, это Сайберия. Потому что 5HV2 незакрытого типа. Ну, незакрытого типа, а такие без... Ну, ладно, неважно. Да, это первая версия Сайберия. Сайберия В2 была. Ну, у сокола была же команда, спонсоры, все, девайсы. Сайберия в 3HV 2. С accessible. ...сайберия в 3HV 2. Нет, это точно что заходит. lodка про Меррк, обоих, обоих, обоих слегка, обоих, 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 ооих, обоих-слегка, обоих, обоих слегка, обоих, ооих, обоих, обоих, обоих слегка, Не сокол ясный, а сокол мутный Кристалл был здесь, там эвэйджен, ну и эвэйджен тоже не очень Если что, мы справляемся в пабге Спасибо за соколик, так и он не самое... Ничего, никак не прокомментировал вчерашние косяки Удачи вам, я буду турниры досматривать и флажечку смотреть Там еще финал ПФФА будет сегодня Так что не ждите Я бы еще после этой серии бутеров бахну Что сегодня... Так, Colorful идет агрессивно, типа Харьков Харасить, а Мун вообще собирается... Ну, он постоянно здесь базу тыкает Но не на этот раз На этот раз у него Т2 Да-да-да Криво Виспа недоконтроливает Мун на ровном месте У него Демон Хантер на базе Он сам Виспа увел и не среагировал вовремя Талисман наклонения не стакается с уклоном Не, не стакается Он просто перекрывает на первом уровне То есть он фактически тебе 5% дополнительного... Дополнительная защита дает А так было бы неплохо Особенно выбил пару амулетиков таких Хоп, у тебя уже 30% Дожил до 5-го левела Уже 60% Если найти еще 3 Талисмана То можно вообще без физически неуязвимого Демон Хантера сделать тогда Дожжок Дожжок Арчо Между собой... Не, между собой не стакается тоже Это все привело бы к дисбалансу Потому что каждый Каждый вот эти вот десятка Пятнашка дополнительная Миссов Дает все больше и больше Приводя к неуязвимости полный Ну что, у Муна пока преимущество по уровню героя По лимиту тоже сопоставимо плюс-минус Тег у них одинаковый И Мун делает еще нычку Тоже хорошая тема Потому что если ты чувствуешь, что у тебя преимущество А он чувствует По крайней мере, он видит Демон Хантера второго против своего третьего Можно поставить... Можно поставить нычку, чтобы укрепить свое преимущество Причем Муновский ДХ Закрипал не только своих... Ну то есть Мун не только своих закрипал Но и... Ой, тролли, 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 тролли Блочит Арчо, и молодец! Красиво! Красиво! И еще крипит параллельно с эмалляцией чужую точку А как известно, чужая точка-то Ближе к телу, правильно? Мун пораньше пошла Барак, Нага Нага Добила Виспа тоже Colorful Не успевает на... А, нет, это Colorful Сканага Это Мун не успевает Тут Фаста 3 Тем не менее, у Муна ситуация очень хорошая Он смещает тайминг появления медведя за счет Хараса Он все еще обгоняет по уровню противника Это жесть То есть вот с такой экономикой, вот с такими таймингами Ой, он еще горит в виспах Ой, минус 3 Просто виспа вынуждена бежать оттуда, побыстрее спасаться Это ударяет по экономике Ударяет по времени В появлении этом медведей И, соответственно Ой, ой Нейтралы добили Даже тут опыта не дал А вот эту Нагу, похоже, доберут Потому что ботинки-то есть Ох, там еще Дима получает... Куда? Только не доби деревом Подблочи, 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 но не доби Молодец Класс Дерево, если добивает, но вы знаете, опыт не получается Это как вышками добивать В чем раньше давали опыт за вышки Пока тейкер не начал жестить в начале ТФТ Абсолютно И я люблю позицию для Муна Сейчас закончу Конечно, иногда вы получите свой ласт кансель, но Дело в том, что Мерценерские кампы, которые были крампы В следующей экспо Они просто так хороши для того, чтобы Другой частью игры Вы можете просто спамить Берзакас, Матголэдс и Морлас И, наверное, будет хорошо Отлично После этой серии нас еще битер-глоды ждут Да, ситуация очень хорошая у Муна 3.6 на 2.3, битый Дима ждет Реджува Можно даже с первыми рядами у Муна пораньше Вот за этих посражаться тоже Ну, потому что у тебя все получше Класс То есть сейчас Колорфул знает А, что там база, что ситуация очень плохая И при этом У него, опять же, есть только два варианта Каких-то Первые аркадные, скорее всего, он будет так его и делать То есть с медведями пытаться размениваться в плюс Пушить экспанд Либо пытаться догоняющую базу ставить Но, понимаете, это острова их Карта маленькая Зевнуть при всем желании Ты эту базу Это не ТМ, где можно зевнуть реальный экспанд Добил снова Мун Артефакт достался, кстати, этому Ну, пожалуйста, здесь Тролль страдает И, скорее всего, он умрет, этот тролль Хотя и там тоже тролль подставляется под Нагу и под Диму Оп, четвертый уровень А там тролль выживает А здесь Нага... Можно было Нагу подрезать А, не было замедления Или успеет Димка А, там Риджуф Риджуф, Риджуф, Риджуф уже есть Динамика... Хотя динамика почти такая же, как Дима перебивает почти Риджуф Да какое там... Может, по Блиссоколикам, говорит Хертон? Там финалы ППА сезонные И наши играют А Реникус родной, понимаете? Может, опять же он тоже в чатике Да, он в чатике, А Реникус Ты же здесь... Ты готов к финалу морально вообще? Как? И по скилу готов щеглов там размотать 51 лимит на 36 Так, чтобы вы представляли, какие шансы у Колорфула пропушить И по пичке Чего хочешь вообще? Любого Позже, не запить Ну все, и под Мунвеллами Этих два несчастных медведя С двумя не менее несчастными героями Отбиваются легко Арча падает, к сожалению Что там по стафам? Стаф есть один, но на Гастафает разок Все, стафа больше нет Следующий медведь уже не... Ой, даже этот побил немножечко Калорфул Мунвелл он побил А, и Калорфул мог здесь не отступить даже Там нет телепорта А как он отступит? Все, Риджуф, ты диспелишь Минус ГГ 3-1 Красивая Красивая Мун проходит Соответственно, дальше Завтра будет с Фогичем играть То есть завтра у нас продолжится турнир с соло форматом Теянец Теянец Продолжение следует...